Женщина должна понять, что после здоровья она должна стать женщиной, иначе она успешной не будет. Стать женщиной означает женский позитивизм. Что такое женский позитивизм? Вот мой муж как бы со мной не живет, но он хороший человек. Женщина это что за человек? Почему женщина лучшая половина человечества? Почему женщины лучше половины человечества? Правильно. Женщины любят людей. Женщины любят людей, поэтому женщинам людей доверяют. Вот если, допустим, преподавательница, а не преподаватель, это хорошо. Если готовит женщина, это хорошо. Если лечит женщина, вот, допустим, человек болеет, женщина врач, человек чувствует. Хорошо. Медсестра, женщина, хорошо. Почему? Потому что есть доверие. Женщина это та, которая любит людей. У нее, естественно, есть сострадание. У нее есть любовь к людям. Она войдет в положение. Она, как бы, ну не по природе, она склонна хорошо относиться к людям. Поэтому женщина лучшая половина человечества. Потому что женщина хорошо относится к людям. Но если женщина не может проявить свою женскую природу, она не может быть матерью для всех. Не может хорошо относиться к людям. Хорошо означает позитивно, но по-женски. Позитивность по-женски означает доброта. Что это значит? Видит, человек и хорошее. Вот я, допустим, жене говорю иногда, жалуюсь. Вот этот человек туда все. Она говорит, ты хорошая в нем видишь или нет? Сразу мне. Потому что она женщина. Она заточена на это. Я говорю, наверное, нет. Она говорит, ты говори хорошо о людях. Ты же об этом говоришь в лекциях. Она мне напоминает все время. Потому что она женщина. На это она точно. Для нее это главное. Для меня главное, что он мешает мне достигнуть успеха. Потому что я мужчина. Но для нее главное это отношение. Она говорит, нельзя так говорить о человеке. Говори о нем хорошо. Ладно, все, я понял. Женщина. Если женщина не любит людей. Она их боится. Она на них злится. Обижается. Не любит людей. Она не может быть успешной. Потому что успех женщины находится не в ее красоте. Не в том, как она показывает свое тело. Успех женщины находится в ее способности быть матерью. Вот зачем нужно мужу... Вот я сейчас вам дам миссию приготовления пищи. Если вы ее поймете, женщина, вы будете сильно развитыми. Даже если вы это поймете. Зачем готовить пищу? Ну, самый простой ответ. Ну, чтобы жрал. Мои дорогие друзья, я вам сейчас объясню. Вот смотрите. Дело в том, чтобы жрал, ее готовить не надо. Можно съесть и сырую. Как сыроеды есть, знаете, они спрашивают, зачем пищу готовить. Я им объясняю. Готовят не для того, чтобы жрать вареную. Готовят для того, чтобы вложить в пищу силу, которая изменит судьбу человека. Понимаете, приготовление пищи – это жертва, которую человек производит для того, чтобы поменять человеческую судьбу. Поэтому раньше пища готовилась для того, чтобы менять жизнь людей, а не для того, чтобы он просто поел послаще. Понимаете? То есть, этот процесс приготовления пищи означает молитва, вложение сил. И когда женщина готовила, мужчина кушал, и он не проигрывал в войне, потому что она вкладывала в него силу победы. То есть, есть победа в действии, а есть победа в благословении. Женщина обладает благословляющей силой, если она ее развивает. Так вот, развитие благословляющей силы начинается с простых вещей. Научись готовить так, чтобы не просто вкусно было, а чтобы в этой пище была молитва, чтобы она была освященной пищей, то есть принятой Богом. Это очень сложный процесс внутренний, и для женщин это правильный путь для развития. Понимаете? То есть, женщина готовит, уборка в квартире – это что? Потому что служанки нет. Одна женщина мне, пожалуйста, говорит, я взяла служанку, и она увела мужа. У нас богатая семья, как бы. Почему так произошло? Она говорит, что богатым людям нельзя брать служанок? Я говорю, можно, но только вопрос, чем она будет заниматься. Вот чем нельзя ей давать заниматься? Вот, допустим, нарезать овощи она может, служанка? Может. А готовить на огне может? Нет. Ты должна готовить. А если тебе некогда готовить, тогда хотя бы корми мужа сама. И тогда она никогда твоего мужа не уведет. Всегда заканчивай все процессы. Допустим, служанка постирала, ну ты погладь белье с молитвой. И тогда это белье наполнится твоей энергией. Не давай служанке прибирать, куровать, допустим, где вы спите. Пускай моет пол. Ну и так далее. То есть есть вещи, которые, ну, женщина, как жена, должна делать сама. И она наполняет своей энергией тогда семью. И ничего не теряет в жизни. Я это объяснил, она все поняла. Женский успех означает способность вкладывать. Вот, допустим, есть две силы. Это силы. Две силы на земле есть. Есть женская сила. Вот женщины говорят, у нас нет никакой силы, Олег Геннадьевич. Вы вот в женском теле не жили, ну, или жили, но не помните. У нас нет сил, мы слабые. Это вы сами не знаете, что у вас есть сила. Вам надо это сейчас узнать. Есть два типа силы. Есть сила, которая действует, а есть сила, которая дает возможность действовать. Вот, допустим, человек откуда появляется на свет? Откуда? Из женщины. То есть, женщина что дает, делает? Она дает возможность жить. И точно так же женщина дает возможность действовать мужу. Вот почему, Олег Геннадьевич, у него муж неуспешный, он никогда не может нормально работать. Ну, потому что у него нет этой энергии жены, которая делает его успех, означает удача. Не может найти себе работу. Нет удачи. Удача – это энергия жены. Женщина имеет потенциальную энергию, то есть, она вкладывает в людей, вкладывает в детей, вкладывает в мужа. Поэтому женщина постоянно беспокоится обо всех. Что это такое? Это вложение сил. Вот женщина говорит, ой, я так беспокоюсь за своих детей, означает благословение. Надо не беспокоиться, а благословлять. Другими словами, надо говорить, Олег Геннадьевич, я верю в своих детей. Что значит веру? Верю означает сильная женщина. Или вы говорите, я беспокоюсь за своих детей. Что означает слабая женщина. Сильно женщина не беспокоится, потому что она вкладывает столько надо. Откуда она берет? От природы, от режима дня. Она доводит все дела до конца. И изучение своего предназначения начинается всегда с выполнения своих обязанностей. Начните делать то, что от вас требуется на малом. Начните готовить, стирать, убирать. Мужчина начинает свой успех в жизни с малого. Вот кто такой мужчина, кто такая женщина? Это та, которая любит людей. В чем заключается ее успех? Ее успех заключается в том, чтобы научиться благословлять своим присутствием всех вокруг. Означает сильная женщина. Рядом с ней всем хорошо жить. Сильная женщина означает благословляющая. Всем счастье-счастье рядом с ней испытывают. Означает, ради нее готовы на все. Вкладывает других людей. Нет силы, укрепляйте здоровье. Силы идут от здоровья. Итак, изучение своего предназначения. Просто услышите меня, не тратьте на это время. Женщина достигает любого вида успеха через вкладывание в людей своих благословений. Запомнили? Благословляющий сил. Начинается все просто с обычного приготовления пищи, уборки помещений. Женщина, когда выросла из этого, она может дальше стать матерью не только для своей семьи, а также для всех. Все начинается с семьи. Потренируйся на близких. А потом ты сможешь делать большие дела. Женщина может делать большие дела, должна делать большие дела. Потому что в обществе у нас сейчас не хватает этой женской силы. Кто должен быть во главе школы? Женщина. Кто должен быть во главе больницы? Женщина. Кто должен организовать социальную заботу о людях? Женщина. Мужчина тупой, не поймет этого всего никогда. Потому что у мужчины нет этой энергии, заботы. Он не поймет, кто такие старики, сколько им чего надо. Кто такие беспризорные дети. Только женское сердце способно понять, как заботятся о людях. Потому женщина должна возглавлять все эти социальные процессы. Если женщина возглавляет, там будет, значит, порядок. Понимаете? Потому что это ее природа, заботиться. Если вы кошку поставите охранять дом, ничего не получится. Охранять дом должна собака. Это ее природа. А если вы собаку заставите мяукать, тоже ничего не получится. Ей воскаться. Это не ее природа. Ее природа гавкать. Женская природа любить, заботиться. Итак, это первое, да? Теперь, как мы говорим о начале развития. То есть, как женщина должна... Вот она уже зарядку, режим дня делает. Все у нас здоровое. У нее энергии много. Она улыбается всем. Когда энергии много у женщины, как она выглядит? Красивой. Запомнили? Красивая женщина означает много энергии. Означает здоровая. То есть, это первое, что надо понять. Почему это такая некрасивая? Потому что нет контакта с природой. Вся энергия у женщин всегда идет в красоту. Если она достаточно контакта с природой, она румяная и красивая. И это означает много энергии. Это значит, что нужно ее тратить. На что? Первый этап для женщины. На заботу. Потому что через благословение людей женщина становится могущественной. Если она может благословлять не только свою семью, а также сотрудников на работе, тогда сотрудники будут ее уважать, свергать не будут. Мы хотим с этим человеком работать. Ура! То есть, в демонстрации. Все хотят вот с этим человеком. А если ты не выполняешь свои обязанности, все говорят, мы не хотим этого человека. Понимаете? Все очень просто. Если ты работаешь где-то на предприятии, и все тебя хотят, значит, ты выполняешь свои обязанности. И женщина, если она заботлива в природе, у нее есть силы на всех. Заботлива означает сильная. Успешный человек, значит, сильный. Тогда все хотят, чтобы она осталась. Все хотят, чтобы она была главной. Ну, кроме завистников, ну, с ними можно разобраться. Это не проблема. Нет, нельзя на лекции, нельзя шуметь. Итак, вы запомнили, да? Мы изучаем свое предназначение. Женщина начинает, тренируется на том, чтобы вкладывать, качественно вкладывать свои силы близких. Если близкие удовлетворены, все дети счастливы, муж счастливый, значит, ты можешь дальше двигаться. За пределы своей семьи, иди, делай там, открывай свой предприятие, что хочешь. Это уже как тебе нравится. Твоя природа может пойти в своем направлении. Мужчина. Мужчина, который здоровый, сильный, у него появляется способность преодолевать трудности. Ну, то есть, он может что-то побеждать, что-то преодолевать. С чего начинать? Начинать тоже со своей семьи. Мужчина должен сначала, я не говорю о студенческих годах там, понятно, что все люди должны выучиться там и все прочее. Мужчина должен сначала научиться содержать свою семью. Вот если мужчина там, как бы, а мне все снятся острова и удивительные страны, то есть, он как бы в облаках летает. Это неправильное развитие мужчины. Правильное развитие мужчины, он должен сначала научиться вкладывать свою силу, свою способность преодолевать трудности, препятствия, на примерах своей семьи. Сначала сделать так, чтобы семье хватало средств жить. Ну, да, Олег Геннадьевич, ну как я это сделаю, если я неуспешный человек? Я, у меня нету, нету развитости. У меня, я не могу зарабатывать большие деньги, как я могу содержать. Жена постоянно хочет больше и больше, ей никогда не хватает. Это правда. Женская природа, это природа, все время расширяющаяся. Если у женщины что-то есть, то этого недостаточно. И она вполне конкретно это объяснит. Там есть причины, почему недостаточно. Но мужчина должен это тоже знать, и спокойно, философски к ней относиться. Не надо, как бы, обманывать женщину. Надо ей говорить те слова, которые ей очень нравятся. Надо женщине говорить, мы к этому обязательно придем. Женщина, она когда чувствует, что если сейчас нет, то потом будет, она успокаивается. И нужно обещать, что будет попозже чуть-чуть, не волнуйся. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. А что впереди, не обязательно конкретизировать. Потому что это опасно. Она спросит потом. Должок. Женщина не забывает никогда то, что ей пообещали. Она сама, когда что-то обещает, она никогда этого не помнит. Но если ей пообещал муж, это становится законом жизни и отношений. Поэтому надо аккуратненько так обещать. Будьте осторожны. Итак, мы говорим сейчас не о количестве денег, которые мужчина приносит в семью. Мы сейчас говорим о том, что значит развитый мужчина. Развитый мужчина – это тот, который преодолевает трудности не для себя, а для своей семьи. Запомнили? Он может мало детей, денег приносить в семью, но все будут счастливы, потому что жена видит, что он живет для семьи, а не для себя. Ну, то есть развитый мужчина – это мужчина, который перешагнул через себя и начал жить для семьи. Вот если он может жить для семьи, значит придет время, он станет сильным и сможет жить для общества, то есть шире своей семьи, означает уже развитый мужчина. Вот смотрите, вот приведу пример. Вот бывают сильные люди, вот допустим человек по природе сильный. Почему он сильный? Вот допустим человек может легко возглавить допустим какое-то предприятие. Сильный человек. Это развитый человек или нет? Нет. Нет. Неизвестно. Сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, бывают сильные люди, которые возглавляют предприятие, у них есть сила возглавлять. Они талантливые, опытные, но люди их не любят. И это что, счастливая жизнь? Счастье означает обмен. Если тебя один человек не любит, один на земле, это плохо, тяжело жить. Правда? А если тебя целое предприятие не любит, а если тебя целая страна не любит, что тогда? Совсем плохо. Как ни крути. Так вот, развитый человек, развитый мужчина, это мужчина, который способен жить сначала для своей семьи, а потом для того коллектива, который он возглавляет. И тогда он сможет быть успешным. Допустим, давайте сравним. Бывают сильные люди. Вот, допустим, сильный мужчина, но не развитый. Он уже сейчас может возглавлять, допустим, завод. Но при этом от этого никому не жарко, всем только холодно. Это означает, что человек портит свою жизнь. В следующей жизни он за это будет отвечать. Он будет в аду гнить. Понимается то, что он столько людей подверг страданиям. Поэтому развитый человек, теперь второй вариант. Смотрите, человек по своей природе не сильно большой силой обладает, но он научился заботиться о семье. Но он при этом по природе руководитель, допустим, есть такая природа. Но он слаб, как руководитель. Но он научился заботиться о своей семье. Потом приходит время, он научился заботиться больше, чем о своей семье. И все эти люди, о которых он заботятся, будут счастливы. И они будут его благословлять. Это значит, что как руководитель он начнет расти. Вот если у человека природа руководителя, значит, он может вырасти в большого руководителя. Если у природы бизнесмена, он вырастет в большого бизнесмена. Если природа ученого, он может вырасти в большого ученого. Поэтому сила стоит на втором месте. Что такое сила человека? Вот человек рождается сильным уже. Он может быть очень сильным ученым, очень талантливым, или сильным бизнесменом или сильным руководителем. Что это значит? Это значит, что в прошлой жизни он делал много добрых дел. Но есть одно дело, которое является целью человеческой жизни. И это дело называется отношение с Богом. Так вот, запомните, мои дорогие друзья, если человек стремится к какой-то цели, пусть даже это успех, но он не стремится к высшей цели, то на дальней перспективе, вот я вам сейчас говорю, как на ближней перспективе стать успешным. Если мужчина способен заботиться о семье, он придет к тому, чтобы заботиться о коррективе, если он лидер по природе. А если он не лидер, он даже этим будет счастлив жить. Ему даже уже это будет хорошо, когда он просто о семье заботится, он достигнет цели своей жизни. Но понимаете, если он при этом не стремился к Богу, то в следующей жизни, обретая вот это благочестие, что такое родиться сильным, означает в прошлой жизни выполнял свой долг, то человек обретает силу уже с рождения. Понимаете, и поэтому может быть родиться в семье аристократической, допустим. Он может в семье директора завода родиться и стать директором завода. Уже с молодости он получает возможность быть влиятельным человеком. Это честно или нет? Это честно, потому что он эту возможность получил с рождения. А почему он ее с рождения получил? Потому что он делал добрые дела в прошлой жизни. Но если он в прошлой жизни не служил Богу, не молился, не думал о Боге, значит, он не будет иметь совести, чтобы эти добрые дела правильно применить к людям. Понимаете? Человек склонен грести на себя. Если он сильный, значит, будет много грести на себя. Он не будет развитым. Развитый этот означает человек, который правильно развивается. Правильное развитие всегда остреление к высшей цели. Надо жить для Бога. Означает по его законам и для его удовлетворения. Но есть последовательность. Человек не может жить для Бога мужчина, если он не научился заботиться о своей семье. Или, допустим, у него нет семьи. Вот пришло время жениться, он живет сам. Не хочет жениться. Хороший человек работает там. Но не хочет жениться. Означает, он не развитый, как человек. Он может быть хорошим врачом, там, кем угодно, но он, как человек, не развитый, потому что он свою силу отдавать не хочет. Означает успех. До свидания. Успешный человек – это тот, кто хочет отдавать свою силу. Ну, кому мужчина должен отдавать свою силу? Прежде всего. Своей семье. Поэтому в древней культуре людей с молоду женили, чтобы они научились отдавать свою силу семье. Причем, здесь такой интересный опыт, который они, ну, как бы, не говорят, что надо сейчас копировать, а говорят о том, что этот опыт помогал правильно думать. Мальчиков и девочек женили в 12-7 лет. И это не значит, что они вместе жили в это время. Они жили, когда вместе, когда достигали зрелости, когда они выучились, там, 22, 23, 24 года, они начинали вместе жить. Но мальчик заботился о девочке, как о своей жене, уже учился этому с 10 лет. Это значит, что вот это мышление, оно у него формировалось с детства, чтобы быть защитником семьи. Понимаете? И поэтому крепкие семьи формировались очень. У людей не было идеи, чтобы кому-то убежать. Вот они уже, как бы, так сформировались с детства, что это моя жена будущая. Все. Я еще раз повторяю, сейчас это не работает. Вообще никак не работает. У меня одни знакомые помолвили детей, как бы своих там. Но дети взбунтовались. Они говорят, почему вы меня не спросили? Может быть, мне не нравится эта девочка. Ну, то есть сейчас в другое время, я не об этом. Я говорю о том, что через это не перешагнуть. Очень много развитых мужчин, которые не хотят брать ответственность за женщину и просто встречаются с женщинами. Это не признак развития. Этот мужчина не может заботиться об обществе, потому что у него сердце не способна заботиться вообще. Если ты можешь заботиться, начни с маленького. Маленькая забота означает забота о своей семье, о маленькой семье. А большая забота означает забота о большой семье. Потому что мужчина должен понять, что он в семье живет. Не быдло вокруг него, а родные люди. Ну, то есть, если ты лидер для заботы, все эти подчиненные, как дети для тебя, это не чужие люди. Человек должен так развиваться, как личность. Он должен воспринимать людей очень таким образом, и тогда магнит наступает, люди начинают к нему тянуться. В этом успех заключается. Один лидер спросил меня, Олег Геннадьевич, у меня есть проблема. Я могу, я знаю, как делать бизнес все. Люди хорошие не встречаются. Владимир Члене что сказал? Кадры решают все. А то такие кадры, это те, кто тебе притянулись. Иногда такие кадры притягиваются. Что успеха не будет. Понимаете? К тебе кто притягивается? Какой ты? Такие люди к тебе притягиваются. Вот и все. Поэтому стань заботливым человеком. Начни с семьи. Стань мужчиной сильным. Сильный мужчина означает способным заботиться о близких. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая. Но два человека всего мужиков-то. Отец мой? Да я. А мужику сколько лет было? Пять. Некрасово, да? Пять лет уже мужик. Означает развитый человек. Заботиться с пяти лет уже о других. Означает мужчина. Мужчина это кто не тот, который там как бы... Зачем не знаю? Я женским золотом голосом пою. Зачем не знаю? Ага. Мужчина означает развитый человек. Способный заботиться. Давать защиту. Давать защиту. Давать защиту. Альмар коль瞎. Альмар кольец.